Продолжение следует... 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 что нет противопоказаний для онкологических пациентов в отношении возможности применения вакцины, как гам-ковид-вак, это комбинированная векторная вакцина. Да, есть такая оговорка с осторожностью, но нет, не сказано, что онкологическое заболевание является противопоказанием для назначения вакцины гам-ковид-вак. Вторая вакцина, это вакцина коронавирусная, инактивированная, цельноверённая, концентрированная, очищенная, это кови-вак. Здесь также противопоказаний нет для онкогематологических больных. Лишь в одной вакцине есть противопоказания злокачественных заболеваний крови и новообразования, это эпивак-корона на основе пептидных антигенов. Таким образом, когда ко мне приходит на приём пациент и спрашивает Татьяна Юрьевна, могу ли я привиться, сделать вакцину, да, конечно же, индивидуально к каждому подходу, и только врач-онколог, химиотерапевт может определить показания к назначению и выполнению в данный конкретный момент. Но в большинстве случаев я и пишу, что онкологическое заболевание не является противопоказанием к выполнению данной вакцины, потому что риски значительно ниже у пациентов, которые выполнят эту вакцину, чем риск развития неблагоприятного исхода пятой степени вследствие заболевания. Есть ещё одно такое понятие, с которым мы, химиотерапевты, часто говорим. У вас висцеральный криз, следовательно, мы не можем вам сейчас проводить гормонотерапию, чем, например, для рака молочной железы или при других заболеваниях, мы должны вам проводить сейчас химиотерапию. Так вот, что такое висцеральный криз, если сказать обычными словами, это наличие метастаза в лёгочной ткани, в печени, которая сопровождается клинически значимыми симптомами, например, болью вследствие растяжения капсулы печени, повышением трансаминаз, повышением билирубина, то есть та ситуация, которая требует назначения химиотерапии, чтобы в кратчайшие сроки снять вот эти вот проявления криза. Но у нас даже у врачей и у пациентов не всегда есть полное понимание. Иногда плевриты, подчёркиваю, плевриты или асциты также воспринимаются как зависцеральный криз. Так вот, во всех рекомендациях международных сейчас отмечено, что эвакуация плеврита позволяет снять явление, например, лёгочной недостаточности, которая развита, и дальше проводить лечение в соответствии с теми рекомендациями, которые есть у конкретного пациента. Гормональная терапия, ну вот, собственно, о чём я уже говорила, если нет пациента висцерального криза, ну, опять-таки, тот же самый рак молочной железы, потому что это применимо, или ряд других заболеваний, ну, в частности, рак предстательной железы, нейроэндокринные опухоли, да, гормональные препараты применяются на различных этапах комбинированного и комплексного лечения, а также в случае генерализации опухолевого процесса. Я бы сказала, это антигормональная терапия. Механизм, на самом деле, большое разнообразие гормональной терапии – это андрогены, антиадрогены, эстрогены их производные, антиэстрогены и так далее. Основной эффект антигормонотерапии, если так можно правильно сказать, либо мы блокируем синтез выработки гормонов, либо конкурирующим способом на рецепторы ловушки садится действующее вещество вместо естественного стимулятора данных рецепторов и прерывается механизм активации опухолевых клеток вследствие блокады. Вот самое важное, что я тоже бы хотела сказать, о чем мы забываем, это социально значимые инфекциями, коими являются хронический вирусный гепатит B и хронический вирусный гепатит C, и также мы поговорим о ВИЧ-инфекции. Так вот, важно отметить, что да, пациентам, у которых есть хроническая вирусная инфекция, связанная с гепатитом B, требуется иммуносупрессивная терапия, потому что часто наблюдается реактивация вирусного гепатита B. Вот кому, собственно, показана антивирусная терапия? Это пациентам, которым планируется проведение химию или иммуносупрессивной терапии в качестве упреждающей терапии на всем протяжении лечения в течение 12-18 месяцев после его завершения, для чего проводится, соответственно, терапия, антивирусная терапия? Это стойкое подавление и размножение вируса, уменьшение воспалительного процесса в печени, предотвращение развития цирроза и рака печени гепатоцеллюлярного, снижение риска передачи, соответственно, вируса половым и гемоконтактным путями. Опять-таки есть еще хроническая вирусная инфекция, это гепатит C. Цели противовирусной терапии, конечно же, это элиминация удаления вируса из организма, снижение темпов развития цирроза печени и то же самое гепатоцеллюлярного рака, профилактика реинфекции гепатита C после трансплантации печени. Кому показана противовирусная терапия? Всем пациентам с хроническим гепатитом C. Да, есть ситуации, индивидуально решаются, когда, возможно, и не будет проводиться данная терапия. ВИЧ-инфекции, онкологические заболевания. Да, хочу сказать, что существуют ВИЧ-ассоциированные онкологические заболевания, рак шейки матки, саркома капоши, лимфома беркета, неходжинские лимфомы, иммунобластная лимфома, лимфома мозга. Но что важно, кому проводится противовирусная терапия? Ее следует рекомендовать независимо от количества CD4 и вирусной нагрузки, так как применение противовирусной терапии уменьшает системное воспаление и снижает риск развития заболевания. Для чего нужна данная терапия? Увеличивает продолжительность сохранения качества жизни, снижение контагиозности пациента и снижение содержания РНК-вируса до неопределяемого уровня. Иммунотерапия – очень популярный термин в настоящее время. Чаще всего это ингибиторы точек иммунного контроля. Что я хочу сказать? Еще раз это подчеркнуть, что иммунотерапия не является панацеей от всех заболеваний, так как эффективность строго ограничена показаниями к назначению препаратов. На данный вид терапии отвечают только 20-30% всех пациентов иммунокомпетентными опухолями. Да, иммунотерапия, безусловно, улучшает общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования. У больных только иммунокомпетентными опухолями. Правда, сейчас, посмотрите, список, конечно же, расширился, безусловно. Но вероятность ответа к иммунотерапии, конечно же, возрастает при сопределении определенных условий. Да, это могут быть метастатические опухоли с высоким уровнем микросателитной нестабильности. И посмотрите, мы можем перечислять достаточно долго. Это неоперабельная метастатическая меланома, рецидивирующий или плоскоклеточный рак головы и шеи, немелкоклеточный рак легкого, мелкоклеточный рак легкого и так далее, так далее, так далее. Но, еще раз подчеркиваю, что иммунотерапия на настоящий момент не является панацеей. И что еще важно отметить, возраст не влияет на профиль токсичности и эффективности иммунотерапии. Необходимо учитывать сопутствующие патологии при назначении высоких доз стероидов для коррекции нежелательных явлений. Не рекомендуется коррекция дозы для пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью или легкой печеночной недостаточностью. Не выявлено взаимодействие иммунотерапии с другими препаратами. Реакция организма пациента на иммунотерапию. Особое лечение следует проводить под контролем опытных и квалифицированных онкологов. В целом, лекарственное лечение, оно, конечно же, многообразно. Это не только иммунотерапия, но это и химиотерапия, гормонотерапия, о которой мы говорили, таргетная терапия. Вот поговорим о таргетной терапии. По сути, это вид терапии, когда у нас есть конкретная мишень, то есть это вот замочная скважина, и у нас есть, соответственно, лекарство, это ключ. И чтобы вот это все работало, мы должны ключ вставить в замочную скважину, а еще и повернуть, соблюсти ряд условий, чтобы эта таргетная терапия работала. И вот если в химиотерапии мы можем проводить определенное количество циклов, а потом остановиться, у нас могут быть каникулы, у нас могут быть стойка, ремиссия, а на бляде случаев бывает, то для таргетной терапии, как только мы вынем ключ из замочной скважины, эффект, который был, мы наблюдался долгие годы, мы можем потерять. Хотя, конечно, все это индивидуально, и действительно мы должны рассматривать каждую конкретную ситуацию. Да, таргетная терапия работает не только для солидных опухолей, но и гематологических заболеваний различных. И вот таргетная терапия, чем она отличается? Что да, таргетная терапия действует на только определенные клетки с конкретной мишенью, а химиотерапия действует на все быстроделяющиеся клетки организма, не только на опухоли, для которых высокий индекс пролиферации в ряде ситуаций, но и на быстроделяющиеся клетки, волосяные фолликулы, клетки костного мозга, клетки желудочно-кишечного тракта, клетки репродуктивной системы. Виды таргетной терапии. Мы разделяем таргетную терапию, если у нас есть такое международное не патентованное название. Для аспирина есть международное не патентованное название ацетилсалициловая кислота. И мы смотрим туда. Все, что заканчивается на мабы, это значит моноклональные антитела, которые вводятся внутривенно-капельно. Все, что касается таргетной терапии, в международном непатентованном названии заканчивается на НИП, значит, это малая молекула для приема внутрь. И вот, в принципе, это уже мы даже, я не будучи врачом, могу посмотреть, собственно, что назначил врач, посмотреть на международное непатентованное название и сказать, да, вот мы видим ряд препаратов, они все заканчиваются на МАБы, это моноклональные антитела. Если заканчиваются на НИПы, это все малые молекулы. Преимущества, конечно, для таргетной терапии очень большие, но чтобы создать, появилась новая молекула, будь то моноклональные антитела или малые молекулы, то уходит огромное количество, во-первых, большое финансирование, потому что берутся тысячи молекул, и только одна из этих молекул может оказаться эффективной, а для этого должны пройти большое количество исследований, да. И показания к назначению таргетной терапии, это мы говорили, наличие конкретной, мощной скважины, наличие конкретного ключа, еще и соблюдение условий, чтобы все, вот, и дверь потом открылась. Таргетная терапия у пожилых, что очень важно. Таргетная терапия менее токсична, учитывая сопутствующую патологию, ингибиторы ангиогенеза могут вызвать тромбоз и гипертонию. Ингибиторы тиразинкиназа обладают более высокой частотой сердечной недостаточности, и, конечно же, мы должны обязательно проводить, отслеживать осложнения. Ну вот, таргетная терапия, особенности некоторых таргетных препаратов, в том методическом пособии, который разработан сотрудниками нашей инцентры, вот, во главе с Еленой Викториной Ткаченко. Препаратов либерцепты у пациентов старше 65 лет повышен риск развития диареи, головокружения, остыни, гефетинип у пациентов старше 55 лет повышен риск развития интерституального поражения легких. Еще одна группа интересных препаратов – это препараты иммуноконьюгаты, когда таргетный препарат с помощью мостика линкера соединен с супертоксичным цитостатиком, и, соответственно, благодаря таргетному препарату отыскивается мишень, далее лизосома захватывает этот препарат, и уже супертоксичное вещество после антителозависимой цитотоксичности погружается в опухолевую клетку, и мы получаем максимальную адресную таргетную токсичность при минимальной системной токсичности. Так действуют иммуноконьюгаты. Есть у нас еще одна группа препаратов – ингибитор циклинозависимых киназ, когда арестовывается клеточный цикл. У нас есть три препарата, три богатыря – рибоциклип, албоциклип и абемоциклип. Это достаточно интересные препараты по механизму своего действия. Но вот если говорить о химиотерапии, вот огромное количество вопросов, которые нам задает пациент, а что такое химиотерапия, а обязательно ли для меня химиотерапия, эффективна ли она будет при моем заболевании и так далее. Вот все вопросы, которые указаны на слайде, вы сможете найти ответы на них в методическом пособии, которое есть на сайте nioncology.ru. Пожалуйста, прочитайте, и на все ответы вы получите вопросы. Но важно отметить, что химиотерапия, конечно же, это всего лишь один из видов противоопухолевлечений. И есть ряд заболеваний, при которых мы научились, благодаря именно химиотерапии, мы достигаем излечения. Но для ряда заболеваний, которые являются нечувствительными к химиотерапии, здесь нам необходимо искать новые подходы. И вот ряд тканей, например, головной мозг или яички, они не проницаемы для цитостатиков. Ну, потому что природа так заботится о головном мозге и самым святом, что у нее есть у мужчин яички. Химиотерапия может быть в монорежиме, она может быть комбинированная химиотерапия. И способы ведения могут быть как для внутривенной, так и пероральной. Елена Викторовна, у меня еще есть 5-минутное обсуждение, потому что не поэтому немножечко позволю себе захватить, что-то я вначале немного разошлась. В химиотерапии могут быть подходы как предоперационная, неодевантная, а одевантная химиотерапия может быть как с лечебной целью, так и комбинированная химия лучевая. Цели химиотерапии могут быть как она может быть поддерживающая, палеотивная, метрономная, когда используем малые дозы. Но важно помнить, что химиотерапия у пожилых пациентов, показания для лечения больных пожилого возраста аналогичны показаниями для пациентов молодого возраста. Также необходим тщательный мониторинг токсичности, комплексная гериатрическая оценка, то направление, которое также широко развивается в нашем центре, позволяет прогнозировать риск возможных осложнений, сопроводительная терапия. Еще буквально несколько слов, с чем мы часто сталкиваемся, что же такое, чем отличаются дженерики от оригинальных препаратов и что же такое за биоаналоги. Да, у нас, мы сейчас становимся все грамотные и нам, собственно, надо понимать. Так вот, что такое инновационный препарат, оригинальный препарат? Это лекарственное средство, активная фармацевтическая субстанция, которая защищена патентом и или запатентованной технологией получения готовой лекарственной формы или способа доставки. А дженерики, вот, собственно, это точные копии традиционных лекарственных средств. Процесс производства традиционных лекарственных средств на основе малых молекул прост и может быть точно воспроизведен для получения идентичной копии дженерика. Дженерик – это идентичная копия. Действующее вещество – субстанция в том случае, когда вышла из-под патентной защиты. Размер и сложность – вот, что отличает биоподобные препараты от дженериков. Ну, я сейчас скажу, что такое биоподобные препараты, потому что у нас появились таргетные препараты, которые являются биоподобными. Ну, например, у тростозумаба появились биоподобные препараты, когда закончилась патентная защита. У бево-цузумаба появились биоподобные препараты, но это далеко не дженерики, потому что это достаточно сложно. Посмотрите, сравните, да, например, велосипед и реактивный самолет. Реактивный самолет не только надо поднять в воздух, надо научиться им пилотировать, нужно попасть в цель, уничтожить цель, а потом еще ухитриться этот самолет посадить. Насколько это все сложно, и каждая структура создания этого препарата это отвечает. Ну и, собственно, различия требований по клиническим исследованиям для дженериков биоподобных и оригинальных препаратов. Я думаю, все, кто у нас слушает и по этой презентации будет выложен на сайте, могут внимательно почитать. Все эти тонкости, они отражены в этой таблице, и поверьте, различия, конечно же, существуют. Ну и вот памятки, собственно, которые созданы и разработаны сотрудниками нашей центра, они, опять-таки, есть на сайте выложены и по лекарственной терапии, и по иммунотерапии. Ну и самое важное, что цель нашего лечения – это правильному пациенту в правильное время назначить правильное лечение. Они подходы должны быть мультидисциплинарные, комплексные, биологически направленные, пациент-центрированные и проблемно ориентированные. И вы знаете, пациент больше не в центре, как мы раньше изображали наши команды. Пациент рядом с нами, вместе с нами, он полноценный член нашей команды. И вот то, что я говорю, пациент – это перестал быть пассажиром автомобиля под названием «Жизнь». Он его активный водитель и разделяет ответственность за лечение, которое мы, собственно, проводим. Я благодарю весь коллектив авторов, возможно, здесь не все указаны на этом слайде, всех сотрудников лекарственной терапии нашего центра за работу, которую ежедневно мы проводим во имя спасения жизни наших пациентов. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok